Я родилась и выросла в Казаларде. Наши щельпеки отличаются от тех, что принято делать на севере. Поэтому соседи их называют баурсак. Каждую пятницу Нургуль Кудабаева печет семь поминальных лепешек щельпеков и раздает соседям. Так усопших поминали ее бабушка и мама. Этот религиозный обряд у всех казахов одинаков. Но вот чисто щельпеков, как и рецепт их приготовления в разных регионах. К примеру, на востоке и севере пекут по девять. Когда я приехала учиться в Астану, купила обновку. Соседки по комнате с северных и восточных регионов сказали мне «Хайрла Болсон». Я испугалась, думала, кто-то умер. Потому что с детства привыкла. Так говорят, когда узнают, что человек скончался. Казалардинская область, где выросла Нургуль, юг Казахстана. Там принято устраивать поминальные обеды по усопшему через семь, сорок, сто дней и год. В остальных регионах поминки на сотый день не проводятся. И теперь этот обряд могут запретить. Нельзя одномоментно взять, запретить и сказать, вы должны соблюдать только эти правила. Исторически у юга, севера, востока и запада сложились свои различия в религиозных обрядах. Это невозможно изменить в один день и даже в один год. Это можно сделать только постепенно. О разработке единых правил проведения религиозных обрядов первыми заговорили в Министерстве по делам религии. Обряды, которые носят немножко религиозный такой оттенок, они проводятся по-разному. И из-за этого возникают споры между представителями духовенства, между гражданами и духовенством. Для выработки правил Духовным управлением мусульман Казахстана было издано 80 фетв. На их основе разработан сборник правил по проведению служб по усопшим. Идет подготовка книг по другим религиозным обрядам. Они много не различаются. Там детали. Просто там детали. Кто-то хочет за Дастарханом перед едой читать или после еды. И Министерство по делам религии, и священнослужители не скрывают. Единые правила понадобились из растущего числа последователей деструктивных течений ислама. Граждане, считающие себя имамами, на квартирах проводят обряды бракосочетания, зачастую с несовершеннолетними девушками. Запрещают своим родственникам поминать усопших, хоронят близких в день смерти. Все это противоречит нормам ханафитского масхаба, которые исповедуют казахи на протяжении нескольких веков. Такие церемонии – это означает богослужение. Богослужение проводится в культовых зданиях. Богослужение проводит, которое имеющие представителям являются каких-то определенных религиозных объединений, которые имеющие религиозное образование. Духовное управление мусульман Казахстана пока не ведет контроль за соблюдением новых правил. Но уже в столовых некоторых мечетей введен строгий список продуктов для поминальных обедов. Под запрет попали конфеты, орехи и национальный напиток из кобыльевого молока хамас. При этом прихожане с пониманием относятся к нововведениям. Я думаю, что правильно это будет. Если единое будет, то не будут делиться на Абу-Ханафии, не будут на салафийцами делиться. Все будут под одними правилами. Я верю в традиционный для нас казахов ислам. Сейчас каждый все меняет под себя, а я считаю это неправильным. Айнур Коткин, Организат Успанов. Настоящее время Азия, Казахстан, Астана.